Девушки отдыхают Мы хотим ли заменить хлеб полезными хлебцами и научимся выбирать действительно полезные. И выясним, стоит ли оформлять в банке кредитную карту. Есть по утрам десерты и не полнеть. Возможно ли это? Вполне, если используете такой суперфуд, как чия. Он ускоряет метаболические процессы и помогает постройнеть. Семена чия – это семена испанского шалфея. Они очень полезны, в них очень много клетчатки, много жирных кислот группы омега и много белка. Фактически это здоровое питание. Вполне можно этот десерт есть на завтрак. Приготовить его очень легко, не надо будет никакой тепловой обработки. Мы с вами берем одну столовую ложку семян и заливаем стаканом йогурта. Жидкость мы можем взять любую. Мы можем взять кокосовое молоко, мы можем взять миндальное молоко, овсяное. Все, что вам нравится. Можем взять даже просто воду. Дело в том, что семена чия при замачивании в жидкости выделяют природную слизь. И жидкость сама по себе сжелируется и становится похожа на пудинг. Появляется очень интересная мягкая текстура. После того, как мы это замочили, мы оставим на ночь в холодильнике. После этого собрать вкусный и полезный утренний десерт можно за пару минут. На дно мы с вами добавим малинового конфитюра. Он не очень сладкий, с кислинкой. Сахара тут очень мало, зажелировала я его пектином. И добавляем наши семена. Ягодность нашего десерта, его натуральность, полезность мы подчеркнем свежей ягодой. Можно экспериментировать и добавлять к чия любые фрукты и ягоды. Важно, что в семенах есть и белок, и жиры. И при этом они не вызывают выброса инсулина, как это делает сахар. Чия заряжают энергией и насыщают. Это помогает не переедать и удержаться от перекусов во время рабочего дня. Яблоки, груши, виноград – любимые фрукты. Их вкус знаком с детства. Но иногда хочется чего-то экзотического. Сегодня на рынке мы купим фрукты тропические и оценим их вкус. На рынках Владивостока продают в основном фрукты с китайского острова Хайнань. Но в Приморской столице открылось много магазинчиков с товарами из Таиланда, где также можно приобрести экзотические вкусности. Они, конечно, дороже, чем привычные нам мандарины, апельсины, бананы. Но свой покупатель найдется всегда. Сейчас на базарных прилавках можно встретить Питахайю. Ее родина считается Америка. Но в Россию экземпляр из семейства кактусовых в основном поставляют из стран Юго-Восточной Азии. Ярко-розовый плод имеет и второе название – драконий фрукт. Благодаря легенде о сражении огромных летающих ящеров с людьми. Когда обессилевшие гиганты стали сдаваться, вместо языков пламени у них изо рта появилось нечто необычное и съедобное. В рыночных павильонах мы нашли еще пару гостей из тропиков. Маракою в англоязычных государствах называют пэшн-фрут – плод страсти. Это связано с цветком растения. Он попал в Европу в 16 веке и стал религиозным символом страданий Христа, за что и получил научное название – пассифлора или страста цвет. И, наконец, манго. Большинство из нас пили сок, когда еще самого вкусного иностранца в российских супермаркетах было не так много. Жители Таиланда окрестили его фруктовым королем. В стране улыбок сочные, желтые, оранжевые, красные плоды продаются на каждом углу, особенно весной. Едят их местные жители даже зелеными, добавляя различные специи. Итак, мы купили маракую, петахаю и манго. Конечно, для любителей путешествий в азиатские страны это индиковинка, но кто-то даже вообще этих фруктов не пробовал. За все мы заплатили 450 рублей. Идем пробовать. Друзья, пахнет, конечно, все изумительно. Я вооружилась ложкой, и первое у нас будет маракуйя. Пробуем. Конечно, маракуйя очень кислая, поэтому ее добавляют в соки или разводят водой с медом. Вкус приятный, душистая. Следующая на очереди у нас петахая или драконий фрукт, произрастающий тоже, в том числе и в Таиланде. Пробуем. На вкус и цвет, товарищи, нет, конечно. Для меня сладковатая, безвкусная мякоть. Итак, манго растет на хайнане. Пробуем. Каждый день, конечно, эти фрукты я бы есть не стала. Куда привычнее и не менее полезнее груши, яблоки, виноград, мандарины, персики. Ну что сказать, манго – объедение. Но для тех, кто экзотические плоды еще не пробовал, рекомендую продегустировать. Надеюсь, что и вам при покупке попадутся спелые, сочные и свежие экземпляры. Приходилось ли вам пользоваться законом о защите прав потребителей, отстаивать свои права? Да. Расскажите. Ну, давно было. Ну, я юрист вообще, и людям помогала в том числе по этому вопросу. Пыталась, но не получилось. Знаний мало. А что именно? Что приходилось? Ой, там что-то у меня с ботинками было. Ну, я обратилась в магазин, которым брала, и меня тактично послали. Что-то я покупала, помню, либо какие-то бриджи, они там через пару дней порвались, и пришлось... Продавец не хотел сам по себе как бы возвращать деньги, вот, и пришлось обратиться в эту службу, и как бы они уже связывались, и все вопросы решали через них. Как бы там в течение 21 дня вроде как это происходило, и как бы вернули деньги. Мы купили дробилку для листвы и сучья. Но нам не понравилось, принесли через два дня, они не приняли. И куда бы мы ни обращались, такие вещи мы не принимаем, все, и на этом... Пишите туда-туда, заглохло у нас. Технически сложный товар не смогли обменять? Абсолютно, да. Ну, пылесос у нас сломался на следующий день после его покупки. Пришлось заменять шланг, ну, тогда я оставил права. Во-первых, если что-то произошло, мы всегда обращаемся к закону. Я сам юрист, правда, заучный. Ну, я знаю, куда посмотреть, что посмотреть, сколько дней действует, ну, например, мое право на возврат товара или на возмещение. Когда перед нами стоит задача сбросить лишний вес, то в первую очередь приходится отказываться от мучного. И если и без булочек и печенюшек прожить еще можно, то вот без хлеба многие свою жизнь просто не представляют. В этом случае есть альтернатива – хлебцы. Давайте посмотрим, какие из них полезны тем, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Разобраться в этом вопросе мне поможет диетолог Ксения Тартышная. Ксения, добрый день. Здравствуйте. У меня вопросы. Можно ли говорить, что хлебцы могут заменить хлеб и при этом помогут похудеть? И как это происходит? Ведь калорийность хлебцев выше, чем у хлеба. Да, Маргарита, на самом деле вы правы. Калорийнее хлеба где-то порядка на 100-150 калорий за счет того, что в хлебе используется мука высшего сорта и мелкого помола. А хлебцы, они у нас готовятся из цельного зерна, что гораздо полезнее в применении, учитывая то, что при употреблении цельного зерна сохраняются все витамины, минералы и непривариваемая клетчатка. Тут идет речь о технологии приготовления. Если в хлебе, опять-таки, мы используем муку перемолотую, эта мука у нас относится к простым углеводам. В хлебцах же у нас используется цельное зерно, которое относится к сложным углеводам. То есть переваривается больше, несет за собой чувство насыщения, помогает работать лучше пищеварительному тракту, выводит токсины, выводит шлаки и помогает усваиваться микроэлементам. Для приготовления цельнозерновых хлебцев злаки очищают и держат в воде для смягчения оболочки. Затем зерно обрабатывают в специальном агрегате под давлением и при высокой температуре. В итоге вода испаряется из зерен, и они, словно попкорн, взрываются, становятся воздушными и слипаются. Весь процесс занимает не более 10 секунд, поэтому максимум полезных свойств злака удается сохранить. К тому же при таком способе производства в хлебец нельзя ничего добавить, к примеру, сахар, дрожжи или консерванты. Ксения, смотрите, выбор очень большой, так на что все-таки нужно обращать внимание, чтобы выбрать самые вкусные, самые полезные, самые качественные? Давайте будем смотреть состав из представленных продуктов. Например, хлебцы «Доктор Корнер». Хлебцы нашего производителя, российского, да? Смотрим состав. На первом месте идет пшеница, крупа рисовая, фруктоза, крупа гречневая, ароматизатор натуральной, лимонный, соль. В принципе, а, и сукралоза, это нейтральный сахарозаменитель. Состав достаточно неплохой, муки никакой нету, сахара нету. Единственное, фруктоза, да? Все-таки мне не очень нравится этот сахарозаменитель, потому как он такой же калорийный, как и сахар, поэтому далее. Елизавета. Это хлебцы, также российского производителя. Смотрим состав. Мука пшеничная общего назначения, мука ржаная, хлебопекарная, да? То есть сразу же осторожность в том, что здесь используется мука на первом месте, да? То есть это переработанное зерно. Далее в составе у нас есть крахмал кукурузный, что тоже больше продукт переводит в сторону простых углеводов, да, которые вредны. Жир молочный, соль поваренная, сода, эмульгатор, ну, очень много всяких лишних добавок, да, которые не рекомендуются к применению. Далее зарубежного производства хлебцы, маца, да, называется. Смотрим состав. Значит, мука пшеничная высшего сорта, ну, и можно, в принципе, сразу же ставить их на полку, потому что это не полезный продукт, это простой углевод. Также тоже зарубежного производства хлебцы фенкрисп, очень популярные, но в составе. Ценозерновая ржаная мука, пшеничная мука, опять-таки, да, ну, пшеничная мука должна сразу же вызывать настороженность. Соль, дрожжи. Дрожжи тоже, к сожалению, мы не должны использовать, если мы худеем. Получается, там, где мука, мы откладываем сразу в сторону. Да, вот хлебцы, молодцы, нашего российского производителя. В составе целые зерна пшеницы и ржи, ржаной солод, соль поваренная, пищевая. Так, закваска. Ну, в принципе, достаточно неплохой состав. Сахара нет, дрожжей нет, ну, и в основе взяты цельные зерна пшеницы. Итак, снеки могут помочь нам заменить тяжелую выпечку, но пользу принесут только цельнозерновые хлебцы, в составе которых не будет добавок, красителей и консервантов. Две трети россиян предпочитают копить, а не тратить деньги. Многие из-за этого отказывают себе в крупных покупках или откладывают их на потом. Однако есть простые способы приобретать сегодня, а платить спустя несколько месяцев без процентов. За подробностями мы обратились к тем, кто помогает осуществлять такие сделки. Есть несколько способов получить рассрочку. В некоторых случаях ее предоставляют сами организации-продавцы, например, магазины или туркомпании. Неудобство этого варианта в том, что у каждой компании свои условия и свои сроки рассрочки и множество других нюансов. В итоге клиент вынужден платить больше. Но есть и второй вариант. Стать обладателем кредитной карты от Банка Восточный – рассрочка на все. Для ее обладателей 90 дней действует беспроцентная рассрочка на любые покупки. Если в трехмесячный срок клиент возвращает потраченную или обналиченную сумму обратно на счет, то ему не приходится платить проценты. И при этом нет необходимости обращаться в банк за новым кредитом для новых покупок. Средства на карте возобновляются. Собрать в школу ребенка к сентябрю, а отдавать деньги за форму учебники ближе к Новому году – не мечта, а реальность. Конечно, если в кошельке есть кредитная карта с беспроцентной рассрочкой. При этом не стоит забывать и о других достоинствах этой карты. А именно о существенном лимите, бесплатном и быстром оформлении, беспроцентном снятии собственных наличных средств в банкоматах Восточного банка. Действует это предложение только во Владивостоке. Для получения кредитной карты «Рассрочка на все» достаточно 5 минут времени. Максимальная сумма, которой можно распоряжаться – до 300 тысяч рублей. Солидная сумма, надежный банк и большой срок рассрочки. Три слагаемых хорошей кредитной карты. Благодарим Банк Восточный за предоставленную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова